Приветствую всех зрителей моего канала в YouTube. Я сегодня хочу поговорить, конечно, об Одессе, о нападениях на одесских проукраинских активистов. Я не люблю слово «активист», в принципе, оно несет еще какой-то негативный оттенок с советских времен. Но, скажем так, на общественных деятелей, на людей, которым не все равно, которые не безразличны. И именно на этих деятелей сейчас идет охота. Охота идет просто Одессу, здесь можно взять за пример. На самом деле, я даже не хочу говорить фамилии людей, на которых нападали. Дай бог им здоровья и дай бог выжить, просто выжить после того покушения, которое было совершено. Я хочу поговорить об этом как о системе. Дело потому, что не в даже конкретных людях, какие бы они ни были сами по себе, можно по-разному относиться. И я просто не знаю бэкграунда этих людей многих, поэтому не хочу вдаваться в такие личностные оценки. Можно по-разному относиться к разным общественным деятелям. Но относиться к тому, что с ними делают сейчас, нужно только однозначно и можно только однозначно. Понимаете, дело в том, что это очень часто бывает, когда террор маскируют под бытовуху. Это такая мастерская история, история спецслужбистская, история бандитская. И мне кажется, что сейчас в Одессе происходит как раз это. Там вроде как не связаны друг с другом покушения на украинских общественных деятелей, именно на патриотов. Среди тех, на кого покусились, нет ни одного ватника, полуватника, туда-сюда, между струйками, нет. Покушаются только на одну группу людей, социальную группу, это украинские патриоты в Одессе. Это совершенно конкретные люди с разными историями, с разными судьбами. Они, вероятно, занимаются и разными темами в своем городе, да и в других городах тоже такие люди есть. Поэтому, еще раз говорю, без фамилий, просто проявление о том, что происходит. Маму взгляд, происходит включение Российской Федерации через своих агентов здесь, агентов влияния, агентов в политической системе. Происходит начало большого террора. Этот большой террор просто в Одессе сконцентрирован. Знаете, как город яркий, такой город особенный, необычный, даже для Украины, такой многообразной страны. Одесса все-таки особый город, и именно в силу особости там все это сконцентрировано. Там и экономика своеобразная, и бандитская история своеобразная, и все там своеобразное. И поэтому там так все это, как в таком наваристом бульоне варится. И именно поэтому там сконцентрировано и количество этих покушений на украинских общественных деятелей. Потому что они там мешают местной мафии, мешают местной мафии, которая напрямую связана с Российской Федерацией. Что показывает вся история. И история еще 2014 года. И вся история до, и вся история после. Они никуда не делись. Я думаю, что это... Грех так говорить, потому что речь идет о конкретных людях. Я хочу, чтобы все они остались живы, но мне кажется, что это начало террора, который только с виду кажется таким набором частных случаев. Это не частные случаи. На мой взгляд, это спланированная история. История про то, как через местных там мафиозников, бандитов, кого угодно, Россия будет терроризировать нашу страну. И эта история, в принципе, в одном и том же ряду, как история с Бабченко, история со списком журналистов, которых, возможно, неплохо было бы уничтожить, чтобы раскачать Украину. Особенно в год перед выборами. И эта история, она просто перенесена была на региональный уровень. И не только в Одессе, кстати, это происходит. Но здесь, повторю, концентрат. Я не верю в случайности давно, ни в какие. И ни в какие частные случаи я не верю. Гипотетически в любой случай может быть частным. Но когда, знаете, в одну и ту же воронку попадают подряд много-много раз, эта история не про то. Я считаю, что Одессу раскачивают. Одессу раскачивают, именно Одессу целенаправленно. Ну, в силу вот этих обстоятельств, кто там у власти находится, при власти, вокруг власти. Раскачивают этот город. Его раскачивали тогда, когда была аннексия Крыма. И он должен был стать такой столицей, что ли, вот этого сепаратизма на юге Украины. Ценой огромных усилий и жертв человеческих удалось это предотвратить. Тогда. Но я думаю, что они не успокоились. Я думаю, что вариант реванша через Одессу всерьез рассматривают в Кремле. И готовятся именно, в том числе, и под выборы, и в период после выборов. Есть у меня такое ощущение, что они будут толкать пророссийских кандидатов здесь. Ну, это не обязательно на нем на лбу будет написано, что он пророссийский. Просто я знаю, что сейчас из Москвы, мне рассказал бывший коллега, что едет куча пиарщиков Единой России, куча всяких вот этих подлецов, подонков, политтехнологов, так называемых журналистов, едут сюда работать на одного кандидата. Я не могу сказать, на какого и не хочу. Я думаю, что у всех есть некие аналитические способности, но мы все это увидим, собственно говоря. Это, к сожалению, факты. И если удовлетворимый результат, который сочтут удовлетворительно, в Кремле не будет получен на выборах, мы получим снова Одессскую Народную Республику. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. И вот эта зачистка атмосферы страха в Одессе, она именно к этому. Она к тому, чтобы создать там условия, при которых снова будет, возможно, вот это, опять они будут говорить про федерализацию, опять будут говорить про особые интересы, услышать Одессу. Там будут опять и сидят, я уверен, сейчас штаб ФСБшный, ГРУшный. И многие в одесской власти наверняка с этим штабом связаны. Это такой спящий очаг нового этапа гибридной войны. И он уже почти не спящий. В принципе, все там видно и понятно. И если за Одессу не взяться всерьез с силами СБУ, именно киевского, наверное, не местного, не знаю, что с местным, там может и нормальный лидер работать, не знаю. Но, по крайней мере, там должны быть приложены усилия государства. СБУ, усилия национальной полиции, это серьезная история. Я думаю, что где-то они примерно 8 областей Украины готовят под бунт, если не пройдет их кандидатка, которому они сейчас всеми силами помогают, и пиаровскими, и любыми другими. Они там будут устраивать якобы народные волнения. И к этому моменту уже там должна быть атмосфера террора, страха, неуправляемости, что вот никто ничего не может сделать. Вот такой беспредел там творится. Все это будет в разные стороны лететь, и, не дай бог, людям будут и погибать, и будут ранены, как в последнем случае. Но я думаю, что в финал этого будет именно такой путь. Вполне это вероятно, и силы там для этого есть и возможности. Некоторые говорят, что да, и тогда мы победили в Одессе, и в этот раз победим. Ну, понимаете, я за оптимизм, но я все-таки за оптимизм с элементами реализма. Общественные движения очень тоже устали от всей этой борьбы. Там тоже есть проблемы и внутри взаимоотношений именно проукраинских активистов, общественных деятелей. Там есть всякие сложные перипетии за эти годы произошедшие. Там не все, как бы нет такого, вот знаете, нет такого единого кулака, который способен раз и врезать там, именно на местном уровне. Я думаю, что такого кулака нет. Есть люди, их достаточно много, и, наверное, в трудный момент они соберутся. Но все-таки вот такого единого фронта нет, а с этой стороны, сейчас, по крайней мере. Зато есть единый фронт с другой стороны. Он очень серьезный, он хорошо финансируется, он держится на штыках местных бандитов, которые абсолютно все пророссийские. И там никакой речи, и когда мне говорят, что вот у них там свои интересы, они там хитрые, умные, и они там, Россия им не нужна. Так и про Донбасс можно было говорить, что они хитрые, умные и себе на уме, и про Крым. Ничего не себе на уме, эти люди умеют объединяться по команде, и эта команда будет им, безусловно, дана. А сейчас дана команда на террор. Они могут в своих интересах использовать эти покушения в конкретных каких-то там, каких-то конфликтах. Но в целом, это такая война, которая объявлена, война над дестабилизацией. Это надо понимать. И эта угроза системная. Она угроза и власти, и стране сейчас. Я слышу, знаете, я в этом не вникал, честно говорю, что действующему президенту выгодно, чтобы, значит, эти люди там правили, рулили городом. Потому что они типа-типа дадут голоса за действующего президента на выборах. Я не знаю, правда ли это. У меня нет никаких конкретных доказательств. Но я думаю, что если у кого-то есть такие иллюзии, допустим, я не знаю, в администрации или где-то в штабе у президента, я считаю, что они и голосов не дадут, и устроят там черти что. Потому что там, как бы, в Одессе все достаточно просто. Это город с огромным влиянием пророссийского элемента и бандитского элемента, который в решающий момент становится пророссийским однозначным. Доверять этим людям нельзя, ставить на них нельзя даже договариваться с ними, собственно говоря, не о чем. Они кинут, придадут это нормальное их состояние. И я думаю, что на самом деле и в администрации президента, в конце концов, иллюзии на эту тему не питают. Потому что договариваться с такими шурерами и убийцами, это большой риск. Вот большой риск ставить само у себя, если им что-то, о чьих ты о чем-то просишь. Они кинут, и кинут с треском. И кинут так, что потом, на нашей стране будут большие проблемы системные. И у власти, и не у власти, и у людей, и у всех. Эту опухоль надо купировать. Надо купировать чем скорее, тем лучше. Эти преступления надо расстреливать, надо расследовать. Надо ловить и сажать. Надо следить, надо проводить спецоперации там, с привлечением всех сил спецслужб. Чтобы дать понять и стране, что ситуация взята под контроль властью, а не идет в разнос. И дать понять Российской Федерации, что у них этот террор не получится. А ставка на региональный террор для меня очевидна. Мы будем наблюдать дальше подобные вещи в разных областях. Одесса показывает нам, как это делается и как они этим будут пользоваться. И начну с того, закончу тем, с чего начал. Не верю ни секунды. И призываю вас не верить в бытовые версии этих конфликтов. Они могут быть формально там с чем-то связаны, с каким-нибудь, я не знаю, со стройками, с чем-нибудь еще. Формально можно что угодно там приплести, но система для меня очевидна. Эта система работает против Украины и у нее нет сантиментов по отношению к нашей стране и по отношению к нам всем. Начиная от президента, заканчивая там мной, заканчивая директором Одесского художественного музея, Саша Роднурда, моим другом, его друзьями и так далее, и так далее. Никого из нас эта система не пощадит, если мы особенно будем смотреть вот так узко на нее, не осознавая вот этой обобщенности целей и задач. Это все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Я очень сильно желаю выздоровления всем, кто стал жертвой этой машины. Эта машина войны против Украины. Вы, вот эти люди, вы на войне. И я за вас, хоть и не верю в Бога, я за вас по-человечески молюсь. И желаю вам, будьте осторожны, будьте бдительны, держите другую за руки, потому что это не закончится, если мы не будем этого вместе противостоять. Всего доброго.